Итак, господа, вы готовитесь ко сну, смотрите в зеркало, и что вы видите? На вас смотрит третий глаз. Серьезно. У вас вышел огромный прыщ прямо по центру лба. Что делать? Как избавиться от этого огромного прыща до утра? Итак, господа, вот наш план. Сначала надо умыть лицо средством для лица. Далее использовать отшелушивающее средство, чтобы удалить мертвую кожу, особенно в области проблемы. Затем, после того, как вы смыли все и просушили лицо, надо нанести увлажняющее средство. И заметьте, я сказал не крем для рук или тела, нужно что-то специально для лица. Следующий шаг относится к парням с длинными волосами, особенно если они жирные. Попробуйте смывать жир с волос перед сном, потому что ночью вы будете соприкасаться с волосами, и они могут забить поры на коже, что утром может привести к таким высыпаниям. Если у вас короткие волосы, вам тоже не стоит расслабляться. Меняйте наволочку на подушке. Подумайте сами. По 8 часов ночью вы третесь лицом о подушку, и у многих парней наволочки давно не менялись. Парни, если у вас есть акне, то наволочку надо менять через каждую другую ночь. Лучше иметь чистую подушку, чем подушку, на которой полно жиров и мертвой кожи, которую вы втираете обратно в свое лицо. И напоследок, хорошо помойте руки, особенно вокруг ногтей, потому что ночью вы будете трогать себя за лицо много раз. И, конечно, вы тронете себя за прыщи, что может привести к инфекции, и это будет выглядеть куда хуже утром. Неплохие советы, не так ли, господа? Сегодня в видео я поделюсь с вами секретами, как сделать так, чтобы ваша кожа выглядела восхитительно за ночь. Итак, господа, все продукты, которые вы сегодня увидите в видео, сделаны моей компанией Вайтаман. Все продукты Вайтаман сделаны в Австралии с использованием натуральных органических ингредиентов. И если вы не знакомы с историей этой компании, то в 1999 году мой партнер Клэр основала эту компанию. Она была впереди своего времени, потому что она хотела создать серию продуктов специально для мужчин, сделанную из натуральных ингредиентов, некоторые из которых находятся только в Австралии, создавая таким образом уникальный продукт. Людям нравились ее продукты, но ей не удавалось выйти на большую мужскую аудиторию. Затем в 2019 году мы познакомились, и я был в шоке, какой у нее крутой продукт. Мне дали много разных пробников, но вот этот бальзам после бритья, когда я его первый раз попробовал, то я понял, что это что-то другое. В нем есть что-то необычное. Так мы стали бизнес-партнерами, и теперь, друзья, я с гордостью представляю вам Вайтаман. Так что, ребята, если вы в поисках дезодоранта, который бы не забивал ваши поры алюминием, то у нас есть такой. Если вы ищите натуральные продукты для волос, будь у вас тонкие волосы, толстые, жирные, зацените наши продукты. Может, вы ищите что-то редкое, например, подпитку для волос или натуральные увлажнители, чтобы ваши тонкие волосы набрались объема. Если вам больше 30 и 40, и вы ищите антивозразные продукты, у нас есть что-то для вас. Или вы ищите защиту для вашей кожи, потому что вы живете в городе и не хотите, чтобы грязный воздух и вредная среда портили вам кожу, то у нас есть такая защита. Как я уже сказал, это моя компания. Я стою за каждым продуктом, который мы продаем. Мы относимся к нашим клиентам как к семье, потому что я знаю, что если я буду делать все правильно, то вы вернетесь и попробуете мои продукты. Поэтому чекайте ссылку в описании на Вайтамин, чтобы получить лучшее предложение в интернете. Далее давайте поговорим о красной раздраженной коже. Как избавиться от этого за ночь? Первым делом надо определить, что вызывает проблему. Это может быть ваша гигиена. Да, понятно, что вы принимаете душ по утрам, но вы также делаете тренировку позже вечером, а перед сном вы не моетесь. И высохший пот может вызывать покраснение на лице и в других частях тела. Если это ваша проблема, то попробуйте ходить в душ перед сном. А лучше выработать привычку мыться после тренировки. Но могут быть и другие причины возникновения покраснений на коже. Вы можете мыться слишком часто. Скажем, что тренировки не имеют к этому отношения. Вы моетесь дважды в день, используя мыло. Вы начищаете себя каждое утро и вечер. Вы можете переусердствовать с этим. И два главных подозреваемых – это грубое мыло и мочалка. Как пользоваться мочалкой? Все зависит от вас и насколько вы чувствительны. Я бы рекомендовал для начала мягкую мочалку один раз в день. Этого достаточно. Просто возьмите мочалку и мягкой стороной пройдитесь один раз по телу. Не надо грубой стороной натирать одну часть тела, чтобы удалить целый слой кожи. Это не то, что вам надо. Они не для этого делаются. Что касается мыла, то они бывают разной степени жесткости. Чаще всего кусковое мыло – самое жесткое. Оно сделано для рук. Кожа на руках самая грубая и выносливая. Такая же, как и на ногах, поэтому это работает. Но если использовать его для лица, то может возникнуть раздражение. Поэтому я рекомендую мыло для лица и тела. На них написано, что они сделаны для лица. Они отлично выполняют свою работу без того, чтобы вымыть из кожи все масла и влагу. И перед тем, как лечь спать, нанесите на лицо немного крема. Конечно, я рекомендую мой продукт, но вы можете попробовать любой другой. Лучше подобрать то, что будет работать с вашей кожей. У каждого из нас разный тип кожи. Лично я могу сказать, что если наш продукт не помогает, а ваше раздражение становится хуже, то мы вам вернем деньги. Другие компании этого не делают. Поэтому вам надо найти тот продукт, который подойдет именно вам. В состав таких кремов часто входит алоа и другие увлажняющие продукты. Это положительно сказывается на коже. Если вы только начинаете наносить порцию размером с горошек, со временем порцию можно увеличить до 2-3 горошин. Было бы больше смысла, если бы я сказал размером с миндаль, не так ли? Ну а что, если у вас сухая кожа? Как исправить это за ночь? Итак, все начинается с утра. Вам нужно в течение дня выпивать 8 стаканов воды. Если вы пьете мало воды, то ваша кожа будет сухой. И заметили, что я сказал с утра? Так как нужно время, чтобы это все усвоилось. Не следует выпивать всю воду с 6 до 9 вечера, чтобы ночью 3 раза бегать в туалет. Далее купите себе увлажнитель. Он наполняет воздух влагой. У нас тут в Висконсе, не воздух становится очень сухой зимой, и он тебя прямо высушивает, особенно ночью. Поэтому в каждой спальне у меня стоит по увлажнителю. Это позволяет вам дышать влажным воздухом, чтобы влага попадала внутрь и на кожу, и чтобы вы не испытывали сухость и раздражение утром. Так что да, это делает ощутимую разницу. Это простенькая штучка, и многие из вас о ней забывают. Это увлажнять губы перед сном. Подытожим, у нас есть две вещи. Это средство для умывания лица и тела. На нем написано «лицо, поэтому оно будет более мягким». И крем для лица, не для тела. Он не такой жирный и тяжелый, чтобы не вызывал акне. Поэтому крем для лица, который будет проникать в кожу и подпитывать ее в течение ночи. Что насчет темных кругов под глазами? Как избавиться от них? Лично у меня недавно была такая проблема. И как у многих это было связано с плохим сном, и чтобы не ходить вокруг да около, у меня есть маленький ребенок, который прибегает к нам в кровать и писает в ней. В результате чего мне приходилось менять белье. Собака, которой надо было выйти по делам в 2 часа ночи. И моя жена любит спать с высокой температурой. Мне нравится 20, а ей 25. В общем, суть в том, чтобы избавиться от мешков, вам надо получить хороший, качественный сон. Это 6-8 часов. Если сон, это не выход и надо принять экстренные меры, то попробуйте холодный компресс. Холод работает таким образом, что он убирает отечность и сужает капилляры, которые находятся вокруг глаз. Это уменьшает приток крови, снимает отечность и убирает мешки, но ненадолго. Это временное решение. Это также помогает вам спать перед сном. Вы лежите в кровати минут 20-30, расслабляетесь, медитируете или слушаете аудиокнигу. Поэтому вы настраиваетесь на хороший сон, а утром вы делаете компресс снова, в этот раз на 10-15 минут. Еще одно народное средство, которое можно комбинировать вместе с холодными компрессами, это чайные пакетики. Лучше использовать пакетики от зеленого чая. Также можно использовать сыворотку для глаз. Хорошая сыворотка включает в себя витамин Е, экстракт от шиповника, кокосовое масло, масло грейпфрута, экстракт черники и убихинон.